На момент подписания акта о безоговорочной военной капитуляции 8 мая 1945 года, в Германии практически отсутствовала экономика как таковая, была разрушена инфраструктура и не имелась собственной полноценной администрации. Земли 6 июня 1945 года союзники подписали соглашение о разделении территории Германии на четыре зоны оккупации – американскую, французскую, британскую и советскую. Соответственно, в которых представители этих стран осуществляли контроль над этими территориями. В следующие четыре года западные страны выполняли план по оживлению немецкой экономики и проводили пропаганду переосмысления прошлого и формирования нового образа жизни. Конец первой половины XX века в Германии ознаменовался объединением западных земель в Федеративную республику Германия, а восточных – в Германскую демократическую республику. В 1950 году в Германии провели опрос, чье присутствие оккупационных войск вам показалось незаметным и в целом приятным. Первое место – Британия, второе – США, третье – Франция, четвертое – СССР. Касательно советской оккупации можно добавить, что она относительно только начиналась, и поэтому данные могли стать еще ярче. План Моргентау Министр финансов США подал президенту США меморандум, который предусматривал будущее Германии – абсолютная демилитаризация страны, уничтожение военных заводов и переформирование военных нацистов, изменение границ, которое упоминалось ранее, таможенный союз с Австрией, уничтожение русской области, центроиндустриализации, децентрализация, реституции и репарации и так далее. В начале Рузвельт согласился с текстом и подписался под ним, но, вернувшись из отпуска, отозвал свою подпись. Тем не менее, изложенные в плане мероприятия приводились в жизнь, в особенности в отношении демонтажа и уничтожения оборудования промышленных предприятий. Это вело к увеличению числа безработных и существенному ухудшению благосостояния населения. В соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года, германская промышленность во всех зонах не должна была производить более 50% от достигнутого до войны уровня. На конференции в Потсдаме было принято решение закончить все работы по демонтажу объектов германской промышленности, в частности металлургии и тяжелой промышленности. В 1947 году СССР провел эту работу весьма энергично и уложился в установленные сроки, уничтожив 95% промышленного оборудования. Союзники же, Великобритания, США и Франция, прислушиваясь к протестам немецкой стороны, местами прекращали работы и закончили их только к 1949 году. Однако, начавший свою реализацию с 15 мая 1948 года план Маршалла, существенно изменил тенденции в развитии немецкой экономики. Люди В ходе Второй мировой войны погибло 4 миллиона 400 тысяч немцев, из них гражданских около 500 тысяч, большая часть из которых умерли от советских бомбардировок после контрнаступления СССР на Германию. Самые крупные смерти немецких войск пришлись на Восточном фронте – 1 миллион 100 тысяч человек. В 1944 году случились наибольшие потери – 1,8 миллиона человек. Итак, после поражения Германии во Второй мировой войне, она превратилась в пирог, который технично разбирали на куски, что по факту было похоже на послевоенную Германию, а точнее Германскую империю в 1918 году, однако в меньшей степени. Ну а на этом все. Пишите, жестко ли расправились с Германией после войны или все-таки легко. Также находите пасхалку в видео, комментарий с пасхалкой будет закреплен. И не забудьте, пожалуйста, написать любой комментарий, хотя бы одно слово. Всему буду рад. 130 лайков и новое видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!